Итак, дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами завершаем цикл бесед, цикл уроков субботней школы, посвященных книге Второзакония. И первый вопрос, который мы с вами будем исследовать в наших классах, будет звучать следующим образом. В чем состоял грех Моисея, в чем состоял грех Моисея, и почему Бог не мог позволить Моисею войти в Ханаан? Вопросы вкратце, три минуты на обсуждение, пожалуйста. Спасибо большое. Суммируя наши ответы, мы можем выделить четыре основные момента, что произошло тогда. Та история, которая стоила Моисею того, что он не вошел в Ханаан. Первое. Это было раздражение. Дух проочества указывает в книге Патриархии и Парутии, и в скалы потоком хрынула вода. Но была совершена грубая ошибка. Моисей говорил раздраженно, и в его словах звучало скорее человеческое негодование, нежели святой гнев из-за бесчестия нанесенного Богу. «Послушайте, непокорный», — сказал он. «Это обвинение было справедливым, но даже истину не следует говорить запальчивым или раздражительным тоном». Интересный момент, правда? Даже вроде бы истину. И даже он вроде бы сказал, обращаясь к народу. Правду, друзья, или нет? Правду. Правду он сказал, да? Но раздраженный тон. Второе, что мы можем отметить, — это было недоверие. Дух проочества отмечает, «Моисей проявил свое недоверие к Богу. Разве нам из этой скалы, известь для вас воду, спроси он, как будто Господь не сделал бы того, что он обещал». Момент неверия. Иоисеич правильно подметил. Он уже у него накипело. Он устал. Но этот элемент у него проявился. Третье, это то, что Моисей, он дискредитировал невольно и обесценил тот урок, который хотел дать Бог. Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа. Подобно тому, как и Христос, должен был только один раз принести себя в жертву. Моисей однажды уже удаял по скале. Во второй раз нужно было только сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя Иисуса. Вторым ударом по скале, который является символом Христа, уничтожило значение этого чудесного прообраза. Важный момент, правда, друзья? Вроде бы мелочь, какая разница? И там потекла вода из скалы, вода из скалы и там, правда или нет? Вроде бы сходный случай, да? Но в Библии никогда не бывает случайностей. И даже обстоятельства, внешне очень похожие между собой, они имеют свое особое значение. Четвертое. Моисей, как звучал уже в наших классах, невольно приписал славу себе. Более того, Моисей и Арун присвоили себе силу, которая принадлежит только Богу. Необходимость божественного вмешательства придавала этому обстоятельству особую торжественность. И вожди Израиля должны были использовать это для того, чтобы внушить народу еще большее благовение к Богу, тем самым укрепив их в его веру, в его могущество и благость. Гневно воскликнув, разве нам не из этой скалы известь для вас воду, они поставили себя на место Бога. Словно чудодейственная сила заключалась в военных человеческих телах. Эта история показывает нам несколько важных моментов для нас. Первое. Мы знаем действительно из истории, каким человеком был Моисей. Правда же или нет, да? Сколько он притерпел, сколько он вынес. Он говорил с Богом действительно фактически лицом к лицу. Правда, друзья? Это был человек, которому Бог показал свою что? Славу, да? Но и поступок Моисея говорит нам о том, что даже такие люди должны находиться в постоянном особой бдительности того, что можно потерять хотя бы на секунду Бога что? Из вида. Это важно для нас, правда или нет, да? Если это было актуально для таких людей, которые с Богом говорили лично, которые имели такие глобальные личные опыты, то тем более насколько это важно для каждого из нас. Примечательным также является то, что дух самовозвышения, склонность осуждать действия своих братьев не угодны Богу. Дух Порочества также указывает, у нас нет ни одного побуждения, ни одной умственной способности и сердечной наклонности, которые ежеминутно не нуждались бы во влиянии Святого Духа. И теперь смотрите, еще один важный момент, она комментирует эту историю. Не существует ни одного благословения, излитого Богом на человека, и ни одного испытания, допущенного им, которыми не пытался бы воспользоваться сатана, чтобы сопрознить и погубить душу, если только мы дадим ему для этого малейший повод. Интересно, правда? Ни одного события в нашей жизни, как положительного, так и отрицательного, как величайшего Божьего благословения, как испытания, не существует ни одного, которым бы другая сила не пыталась, что, друзья, воспользоваться, правда? И вот Моисей вроде бы чуть-чуть сделал, да? Но мы видим, к чему привело это чуть-чуть, к каким четырем принципиальным и глобальным нарушениям. И это невольно вновь заставляет задуматься и каждого из нас над тем, что мы говорим, что мы делаем, что мы думаем, и насколько серьезно, действительно серьезно отношение Бога к греху и неповиновению. Второй вопрос, который мы с вами будем рассматривать в наших классах, будет звучать так. Почему Моисею было суждено умереть одному? Рядом с ним ведь никого не было из людей, правда? И почему его могила до сих пор неизвестна? Почему Моисею было суждено умереть одному? Не на уках близких, друзей, правда? И почему его могила до сих пор неизвестна? Вопросов в наших акциях, две минуты, пожалуйста. Итак, подытоживая этот вопрос, давайте суммируем. Первое. Действительно, Моисей олицетворял с собой то, что произойдет через полторы тысячи лет со Христом. Дух пророчества пишет. Моисей знал, что он будет умирать один. Никому из земных друзей не было разрешено быть рядом с ним в последние минуты его жизни. Будущее, ожидавшее его, казалось таинственным, и внушающим трепет. И сердце его содрогалось при мысли от предстоящем. Самым тяжелым, Моисей подчеркнул эту мысль, для него была разрука с народом, о котором он столько заботился и который любил, с которым так долго были неразрывно связаны его интересы и его жизнь. Но он научился доверять Богу и с непоколебимой верой предал себя и свой народ в его любящие миросердные руки. Пройдет полторы тысячи лет и подобное произойдет со Христом, правда? Он тоже будет висеть на Христе, на Христе, и главное, что его будет волновать, не разделен ли он с кем? С отцом, да? Его покинут все в этот момент Христа, да? Его близкие, его родные, будет непонимание друзей, его предадут даже его близкие ученики, Иуда его предаст, Петр от него что? Отречется, остальные убегут, и вот этот опыт пережил в свое время Моисей. Второе, как уже звучало в наших классах, староинно подчеркивая эту мысль, ему нужно было побыть одному и проанализировать многое. Но это был нелегкий анализ. Дух праводчества пишет, «Наедине с собой Моисей вспомнил все превратности и лишения своей жизни, с тех пол, как он оставил к очести двора и то, что ему сулило будущее в Египетском царстве, и разделил свою участь с избранным народом Божьим. Он вспомнил долгие годы, проведенные в пустыне со стадами Иофора и явление ангела в горящем кусте и призыв стать освободителем Израиля. Несмотря на то, что Бог много делал для израильтян, невзирая на молитвы и труды Моисея, несмотря на все служение пророка, только двух человек из тех, кто был совершеннолетними при выходе из Египта, удостоил Господь выйти, войти в обитованную землю. Теперь, когда Моисей подытоживал труды, вся его жизнь, исполненная испытаний и самоотвержение, казалась ему почти напрасной. Сегодня, когда мы анализируем путь Моисея, нам он кажется величественным, прекрасным. А Моисей как его оценивал? Ведь тот народ, который он вывел из Египта, от него осталось только сколько людей? Два человека взрослых, правда или нет? Да не считая детей. И он думал, насколько я правильно прожил жизнь, что я оставил после себя. И здесь вновь вопрос каждому из нас, как бы, может быть, он громко не звучал, а что мы оставляем после себя? Что оставляем мы как родители, как сыновья, как дочери, как дедушки, как бабушки? Что вообще мы оставляем? И думаем ли мы над тем, что мы вообще что-то оставляем в своей жизни? Но Бог не оставил Моисея наедине, в одиночестве. Бог не оставил Моисея с его терзаниями о том, напрасной или нет была его жизнь. Бог кое-что показал Моисею. Моисея видел, как избранный народ поселится в Ханаане, и каждое колено будет иметь свое вродение. Ему также было открыто, что произойдет с израильтянами после поселения их в обетованной земле. Созерцая поток времени, он увидел первое пришествие Спасителя. Вот младенец Иисус появился в Вифлееме. Моисей слышал, как сонма ангелов поют радостную и хвалебную песнь, просравляя Бога и мир на земле. Перед ним разворачивается новая картина будущего. Картина ему развернулась иная. Ему было показано, как сатана будет обольщать иудеев и заставит их отвергнуть Христа, хотя они и считают себя блюстителями закона его Отца. Он видел затем христианский мир, пребывающий в подобном же заблуждении, когда люди, считающие, что они приняли Христа, отвергают в то же самое время Божий закон. Он слышал безумный крик священников и стоейшин, разделайся с ним, распни, распни его. И теперь Иисус так называемых христианских проповедников, он слышал крик «разделайся с законом». Он видел, как попирают в субботу, заменив его, ее уже установление. Еще одна сцена была показана ему. Перед ним лежала земля, избавленная от проклятия, во много раз прекраснее земли обетованной, которую он видел совсем недавно. Там не было места греху и смерти. С невыразимой радостью Моисей смотрел на эту картину, на более сравнное избавление, чем то, которое представлялось ему в самых радужных надеждах. Земные скитания Израиля Божьего окончатся навсегда, и он войдет, наконец, в прекрасную отчизну. И затем Моисею была показана Ханаанская земля, уже та земля, в которую вступает народ. Величественные видения, правда? Бог показал ему, что его жизнь была прожита, что, друзья? Не напрасно. Что он не напрасно жил. Он не напрасно жил столь долгие годы. Бог ему фактически первому в Ветхом Завете глобально показал в пророческом видении всю предстоящую историю земли, в ее ключевых, основных событиях. Период израильских судей, царей, пришествие первого Христа, его распятие, отвержение иудеями Божьего закона, христианский мир, который будет попирать Христа, хотя назовется его именем, и, наконец, второе пришествие Христа. И затем ему Бог дает увидеть землю Ханаана. Это надежда, друзья, была надежда. Моисей понял, что он Богом что? Он принят. Он принят Богом. И он умирает. Умирает спокойно. Действительно, Моисей умирает один. Он умирает один, как звучало уже в наших классах, для того, чтобы потом его место, его могила не стала объектом самого настоящего идолопоклонства. Но удивительно, что в средние века, когда будет идти попирание всех самых элементарных, базовых христианских ценностей, в кавычках чудесным образом будут найдены могилы Самуила, могилы Исаака, Авраама. И самое главное, святынями станут даже такие, ну, мягко говоря, странные вещи, как, например, топор и борода Ноя. Но еще одной святыней были рога Моисея. Средневековая церковь в своем отступлении доходит до того, что якобы у Моисея были даже рога. Вдумаемся в это. Это полный абсурд. Это какая-то чушь, по-другому случаю это нельзя назвать. И на многих картинах, на многих скульптурах эпохи Средних веков и эпохи Возрождения Моисей изображается с рогами. Вдумаемся в это. Это было языческое наследие, переработанное в течение и столетий отголоски древнего Египта и других древних культов. И, конечно же, Бог скрыл могилу Моисея, чтобы вот это кощунство над теми людьми, которые действительно в свое время жили и хотели всем сердцем идти за Богом, чтобы это не получилось кощунством по отношению к их памяти. Его могила скрыта, ее сегодня нет. И она сегодня пуста. Последний вопрос, который мы с вами рассмотрим в наших сегодняшних классах, будет такой. Почему Христос не спорил с сатаной о Моисеевом теле? И почему Христос воскрешает именно Моисея, а никакого бы то ни было другого видного героя Ветхого Завета? Вопросы в нашей классе. Две минутки, пожалуйста. Елена Уайт очень интересно пишет, ей Бог особо открыл интересные моменты, связанные с этой историей. Смотрите, друзья. Если бы Моисей не запятнал себя единственным грехом, когда в Кадесе, давая воду народу, приписал славу себе, а не Богу, то он вошел бы в обитованную землю и после был бы взят на небо, избежав смерти. Но он недолго оставался в могиле. Сам Христос в сопровождении ангелов, которые похоронили Моисея, сошел с небес, чтобы воскресить своего спящего раба. Сатана ликовал, что ему удалось заставить Моисея согрешить, и таким образом сделал прахты, и в прах возвратишься, дает ему право на умершего, что власть могилы должна быть несокрушимой, что все, находящиеся там, считаются его узниками и никогда не выйдут из своих мрачных темниц. Впервые Христос сошел, чтобы воскресить умершего. Когда князь жизни и ослепительные ангелы приближались к могиле, чувство тревоги за свое владычество овладело сатаной. Вместе со злыми ангелами он приготовился оспаривать право Христа вторгаться на его территорию. Сатана горделиво хвастался тем, что Слуга Божий стал его пленником. Он заявил, что даже Моисей не в состоянии был исполнить закон Божий, что, присваивая себе славу принадлежащую Егове, вождь совершил тот же грех, который Люцифер лишил неба, и что теперь из-за прегрешения Моисей должен быть во власти сатаны. Великий изменник повторял свои первоначальные обвинения, которые он предъявлял божественному правлению, и обрушился с жалобами на несправедливость Господа к нему. Христос не стал вступать с сатаной в проекание. Он мог бы обвинить его в жестоких последствиях, которые повлек за собой совершенный сатаной обман на небе, став причиной гибели несметного множества его обитателей. Он мог бы указать на ложь, прозвучавшую в Едеме, которая привела к греху Адама и навлекла смерть на все человечество. Но Христос, сыраясь во всем на Отца, сказал, «Да запретит тебе Господь!» Спаситель не вступил в спор со своим противником, но верный своему правилу, он начал действовать, сокрушая падшего врага и возвращая мертвому жизнь. Это служит доказательством того, что сатана бессилен сопротивляться верховной власти Сына Божьего. Вследствие греха Моисей подпал под власть сатаны. Заслужив наказание, он стал законным пленником смерти, но он был воскрешен к вечной жизни, на которую имел право во имя Искупителя. Моисей вышел из могилы просравленным и вознесся со своим избавителем в град Божий. Это является очень хорошим уроком и для каждого из нас. Мы помним в своих посланиях апостол Павел много раз пишет, что если кто-то учит иному, чем учил я, мы с этими людьми ни в какие споры, что не вступаем. Мы не дискутируем, мы говорим так, как должно, давая правильный, законный, библейский ответ, но не вступаем с ними в дискуссии, пререкание, фирософствование и так далее. Истина Божья всегда четко, ясно, понятно и не подразумевает двусмысленности. Это особенно актуально и сегодня, в наши дни, когда волны уже учений, мы видим, пытаются вторгнуться в церковь. Самые различные. Отвергая божественности Иисуса Христа, отвергая божественность Святого Духа, попирая авторитет Духа Пророчества, это все говорит о том, что время действительно идет к концу и сегодня силы зла как никогда пытаются поколебать основы вероучения. Потому что, как мы говорили, рассматривая молитвенные чтения, если человек отступает от библейского учения, отступая, зная его, то этот человек, друзья, что? Погибает. И самое страшное хура, мы знаем, это хура на Святого Духа. Это отвержение его божественности. Ибо, отвергая божественность Святого Духа, мы тем самым лишаемся возможности спастись. И дьявол знает это, и поэтому на это делает основной упор. Мы знаем, что сегодня идет попытка возрождения ветхозаветных праздников и говорят о том, что их нужно святить в церкви. Это полный абсурд. Абсурд самый настоящий. Почему? Потому что каждый из этих праздников указывал на Мессию, который должен что? Прийти. И если мы сегодня будем соблюдать эти праздники, то получается Мессия Христос для нас еще что? Не пришел. Мы ждем другого Мессию. Сегодня разные конфессии ждут Мессии. Иудаизм ждет своего Мессию, другие и так далее. Это их право, это их дело. Бог каждому дал свое право. Но это страшно, когда идет попытка внесения этого, внесения обрядов, ритуалов, праздниц, которые уже потеряли свой смысл, которые указывали на Христа, исследование которым показывает то, что мы не верим, что Христос уже пришел сегодня. Сегодня мы видим массу уже толкований, книг Даниила, книг Откровения, самых абсурдных по своей сути, не побоюсь этого слова, когда за высокобогословскими терминами, а иногда элементарной болтовней, сквозит просто еесь или желание показать себя. Мы никого не осуждаем, мы просто констатируем факт. Для чего это делается? Истина Божья всегда ясна, она понятна. Библия всегда провозглашала неизменность Божьего закона и неизменность того, что человек спасается верой. А когда человек спасается верой, он позволяет Христу поселиться в своем сердце. И уже с помощью Христовой человек начинает соблюдать что, друзья? Божий закон. Это очень важно. И мы видим на премии жизни Моисея насколько были важны неизменны требования Божьего закона. Что даже Моисей, который столько лет вел израильский народ, который столько сделал и которому вроде бы можно было бы что? Простить. Но это бы повлекло за собой очень большие многоточия для остальных. Но скажите, Бог для Моисея выбрал лучший путь или нет? Лучший, правда? Он ему в последние минуты жизни показал, что будет. Он ему показал, что его жизнь была не напрасна. И наконец он воскрешает его после смерти. И мы знаем то, что когда Христос находился на горе преображения, двое сошли с неба. Это был Илья и кто друзья? Моисей. И мы видим личность этого человека. Сегодня мы с вами заканчиваем исследование книги Второзакония. Мы с вами увидели, что книга Второзакония она не дала нового закона. Правда, друзья? Нет. Она суммировала путь израильского народа, который он совершал. Она суммировала те законы, постановления, которые Бог ему давал. Она углубила понимание этих законов. Некоторые ученые называют книгу Второзакония своеобразным сборником проповедей Моисея. Действительно, каждая глава имеет свою особую законченность, свой особый призыв, свое особое значение. Мы с вами говорили на прошлых локах субботней школы, что на книгу Второзакония весьма часто ссырается Иисус Христос и этим самым показывает неизменность книги Второзакония, неизменность закона Божьего, неизменность Божьих поражений. Книга Второзакония относится к числу книг, которую, наверное, не побоюсь этого слова, до этих локов субботней школы мы с вами часто читали или нет? Вот так, если его подало время, не по поэтку, когда читаем Библию, а просто хочется что-то в Библии почитать. Мы часто открывали книгу Второзакония? Да, вот Александр Антимович говорит, что он открывал единственно чаще, чем книгу Числа. Я с ним согласен, правда или нет? Такое бывает, друзья, но мы увидели, насколько это действительно книга глубокая, насколько она актуальна сегодня в наши дни. Исследуя книгу Второзакония, мы увидели, что все вот эти попытки спекуляции говорить о том, что в книге исход дан закон в одной версии, а в книге Второзакония в другой, состоятельны эти попытки или нет? Несостоятельны. На 99% все совпадает, просто идет уточнение в приоромлении к израильскому народу моментом его истории единичных заповедей. Божий закон и принципы неизменны. Сегодня мы с вами рассматривали урок «Смерть Моисея». Вроде бы для последнего урока немножко мрачное, правда, название? Урок как-то вот так, да? Но мы знаем о том, что идет вторая часть, да? И что, друзья? Воскрешение Моисея. История Моисея показывает каждому из нас о том, что даже если здесь, на этой земле, мы умоем, но будем верны Богу, будем желать идти за Ним всем сердцем, то мы тогда воскреснем, подобно тому, как в свое время воскрес Моисей. Бог всегда желает подкрепить, укрепить нас в самые трудные минуты жизни. Говоря о Моисее, Бог особо подчеркивал. Он отметил каждый поступок в верном служении своего раба на протяжении всех длинных лет борьбы и лишений. Бог видит каждую нашу проблему, каждую нашу боль, каждое наше несчастье, каждый наш вопрос. Он не сторонний наблюдатель, как пытаются это иногда представить некоторые философы. Нет, Он очень любит каждого из нас. Поэтому наша сегодняшняя тема «Смерть и воскресение Моисея», она является очень хорошей знаковой темой в конце уходящего 2021 года. Мы вступаем в Новый год. Мы не знаем, какой будет этот год, какие события произойдут в нем. Но Библия нам советует, для каждого дня, друзья, достаточно что? Заботы своей. Нам не нужно терзаться, что будет завтра. Как будет ковид, какие будут войны, какие социальные потрясения, мы все равно этого что? Не знаем. Это вне нашей компетенции, вне нашей власти. Ведущие политологи, ведущие социологи этого тоже не знают. Это знает только кто? Бог. И если мы ему доверяем свою жизнь так же, как ее доверял Моисей, мы можем быть уверены, что тогда при грасе Архангела, при посредней трубе, если мы будем в числе мертвых, то мы, друзья, что? Воскреснем. Пусть сегодня Бог особо благословит каждого из нас. И в этой книге Второзакония, в этом последнем нашем уроке, Он увидит особую весть надежды, мы увидим особую весть надежды, особую весть мира, Божьей любви, Божьего понимания и Божьего желания благословить нас сегодня и дать нам свой мир, покой и радость. Аминь. Аминь.